доброй ночи здравствуйте у меня ночь все легли спать а я занимаюсь по кухне сегодня день такой видать мы заболеваем и видать в тот раз владик приехал и сейчас я пеку овсяный хлеб его на больше для себя хотя дети его тоже будут кушать я раньше пекла такие на сайте прочитала это уже лет 10 назад прочитала вегетарианский хлеб вот как раз он был с овса но там я пекла булочки а здесь я пеку хлеб тоже вегетариан тоже овсяный 3 стакана овса я буду печь одну булочку если дети будут кушать то хорошо нет значит нет то есть такой не сказать что он слишком диетический потому что хотя считается что он диетический но я буду добавлять орехи орехи сами знаете они такие калорийные стакан грецких орехов добавляю прям еще дня владик их начистил такие прям два яйца в общем заболеваем у ивана температура 37 2 у меня я ничего не могла понять очень сильно сегодня ломила тело до такой степени мне даже владик пришел ноги немножечко помазал прям очень очень плохо температура 36 9 у меня была я больше не верила на 37 2 души ну по нему уже видно что он никакой хлебушек я буду делать без муки три стакана геркулеса пакетик разрыхлителя грецких орехов полторы чайных ложки соли и буду добавлять таких полтора стакана надо йогурта у меня когда я из мацунна делаю йогурт то есть получается я салфеткой вытягиваю влажность и получается такой йогурт я конечно добавляю его но когда его нету то я вот добавляю такой йогурт который я говорила что купила для себя еще смеялась горю детям йогурты а это все маме но полтора стакана зависит от густоты йогурта здесь вот такой жидкого ты поэтому может быть мне хватит одного стакана так как йогурт жидковатый мне хватило 2 то есть одного стакана и наверное я больше добавлять не буду я сегодня пекла тортик нам тортик с майонезом в тесто добавляла майонез и уже смазала его кремом помните я делала масло сгущенное молоко вареное и коньяк но у меня уже три часа стоит остывает крем вот этот крем есть заварной крем на яйцах но он сильно пригорает я просто разговариваю жду пока масса немножечко настоится да мне стакана хватило потому что у меня жидкий йогурт пусть немножечко разойдется и я поставлю на 180 градусов на 35 минут и будет запекаться и такой хлебушек у меня на завтра будет я прям захотела этот хлебушек ну а здесь крем у меня есть заварной на яйцах а это нет это заварной на молоке с кукурузным крахмалом и он будет вот наши ровесники кто постарше помнит вот раньше был такой пломбир он чуть-чуть подтает и такой вкусный вкус у него вот этот крем у меня он такого же вкуса я потом как-нибудь его сделаю его просто надо делать впрок потому что как впрок три часа вот стоит остывает все выкладываю форму свой хлебушек сейчас утрам бую и поставлю на 35 минут его жарить а через 35 минут у нас будет прекрасный хлебушек почти диетически то есть йогурт активия я туда добавила и как этот овся на блин да только получается с этим с аехами вовся на блин тоже добавляют кто сырок добавляет кто чё это лишние калории конечно ну на три стакана овся на блин там берут на ложку на ложку на три ложки овса яйцо или два а здесь два яичка два яйца идет на три стакана овса овсяных хлопьев вот и все все весь замес теста готов я его ставлю на 35 минут в духовку на 180 градусов пока вы пекется 35 минут без 20 12 ночь я хочу доделать свой крем немножечко поговорить такая вот у меня масса получилось я в принципе что их нет это следующий раз я просто разговариваю буду делать уже доделай то я на завтрак детям по кусочку деткам на завтрак холодильнике пропитается в общем видать наша семья кости сегодня целый день прожаловался что голова болит но температура 35 и 5 вообще я очень расстроен ничего сил нету ничего делать объясню почему настроена сегодня был звонок и не звонит никита василиса и костя получили стресс такой позвонила бабушка разговаривала и мама их не там было биологическая это что василиса очень сильно стресс получила иван и и даже обнял и сказал очень мама сказала что она до этого звонила была выпившая а дети с ней разговаривать не стали но вот сегодня бабушка видать звонила я даже волнуюсь не знаю и бабушка звонила и ей трубку дала она говорят василиса сначала сказала что она была сильно выпившая потом говорит вроде бы как и нет в общем скучает нам сильно скучает самое главное что дети стресс видно что никита сильно волнуется нас стесняется что мы это все тоже знаем за детей грустно не знаешь как честно не знаю как вести себя вот прям не знаю сама это затеяла я же сама нашла а теперь локти кусаю но я не жалею что я нашла это случилось бы все равно и это должно было случиться просто человек не всегда готов к этому поэтому я испытываю стресс испытывают дети стресс больше я наверное за них переживаю они у меня не пьют не курят не матерятся может произойти разное в жизни из-за детей переживаю дети тоже переживают стресс это ж не просто так допустим василиса ивану сказала что она сказала что хочет нас что летом в гости приедет никита мне это не сказал никита сказал что она сказала что летом хочет на работу устроиться и такой стресс как бы и дети не знают что им ждать и я не знаю как себя вести не знаю правда как вести себя наверное в этой ситуации никто не знает как себя вести и запретить общаться тоже это ненормально это просто понимаешь что детям очень плохо очень больно чтобы запретить общаться главное что и когда василиса испытала стресс и иван ее так обнял не переживать мы тебя никуда не отдадим и она прям так вздохнула видать ей сейчас нужны были эти слова что она же тоже переживает пока мы здесь понятно что возможно она и хочет чтобы ее скорее забрали кто его знает это просто маленькое угощение детям на завтрак я уберу в холодильник и продолжу рассказать вот такой вот у нас дома произошел нюанс вчера вроде бы ничего не предвещало беды сегодня мы болеем я заболеваю по папе уже сильно видно что болит кости жалуются на головную боль и произошел такой нюанс в этой ситуации мне хотелось бы больше всего поступить правильно не рубить сгоряча ничего учитывать чувства детей они свои хотя свои тоже полны хочется учитывать чувства но надо постараться учитывать чувства детей и вот как-то мне задавали вопрос что какие радости у нас дома какие переживания но радости наверно как у всех а вот переживания видите какого характера ненормального вроде бы можно сказать как мне кто-то писал просто запретить и все да но чувства детей мне сейчас не интересует чувство мамы прием биологической меня сейчас не интересует чувство бабушки мне интересует чувство детей василисе пока ничего не надо может быть это обида может быть настолько она привязана к нам у нее прям она и тогда строго-настрого сказала я не буду разговаривать а сегодня как бы их обманули позвонила бабушка а потом дала трубку маме никита он стресс пережил он пережил большой стресс представьте первый раз за столько времени он разговаривал сама мне так передался его стресс мы сейчас тут вечером с ним разговаривали и так прям у него ухо вот так горела мне кажется даже глаз дергался а взятого газ пока ночь вот это само слово что первый раз за столько лет он разговаривал с мамой они все стресс пережили и костя и кости бегает целуют меня весь вечер спать лёг пришел опять поцеловал и никита и василиса василиса в тот момент когда иван ее встретил я была занята и я ваня к ней подошел муж это она так сильно встревожена была говорит она сказала приедет летом но я ей не верю и как такая напряженная вся я как это ее так по отцовски обнял говорю не переживай мы тебя никуда не отойдем против ну против ее воли и она как должно так расслабилась успокоилась повеселела как раз сегодня у нее был хороший день они с ульяной вдвоем ходили в магазин покупали себе 2 пары трико купили красивых вещи себе покупали ходили и ромки сегодня все дня так мальчишкам покупали вещи разные и ульяна с василисой их больше всего именно адреналин у них был от того что они ходили сами они купили вещи вообще сами я не знала какие хорошие штанишки купили я им для дома но они купили хорошие такие что которые у них были старенькие они теперь я буду для дома а на выход хотят вот из этих взять которые купили то есть все так весело так радостно было и тут раз такое вот такие у нас переживания в первую очередь я вот вспоминаю меня отчим воспитывал я говорю я никогда раньше этой фразы не говорила всегда говорила только папа и я никогда вслух ничего не произносила но в душе далеко далеко всегда хотелось увидеть отца так и здесь что чувствуют дети вот это сама фраза за столько лет первый раз они поговорили с мамой ну и она такие вещи говорила что говорит Василиса говорит у нее голос такой чистый был что Никита мужчиной стал конечно столько лет она их давно уже отвела столько лет уже прошло а Костя такой вообще махонький был а Косте уже 8 лет 9 вот будет вот такие у нас переживания может быть извините что я на вас перевешиваю эти переживания но так захотелось поделиться я честно испытала стресс наверное больше чем дети меня в этой ситуации волнует эмоционально состояние детей главное чтобы не началось мало ли вдруг общения больше не будет вдруг у них начнется выплеск какой-то как бы я наверное боюсь что будет нарушена гармония в нашей семье я буду говорить правду это так и есть хотя я сейчас скажу что нет нет это так и есть в душе это так и есть все настолько хорошо такой уступчивый покладистый Никита добрый шкодная Василиса но очень любит папу и маму то есть нас она очень шкодная но она очень любит и меня и Ивана то есть и страшно если Костя который очень любит нас страшно что нарушится вот эта идиллия может быть она будет выражена в таком непослушании да страшно разная я даже не знаю правильно ли я сейчас вообще говорю ну вот такие мысли посещают мою голову пока я пеку хлеб я с вами делюсь своими мыслями я конечно не хочу никому даже пожевать такое вот переживать как оно на самом деле и наверное больше я никогда никого сама искать не буду хотя может быть просто говорю сейчас так и буду делать мы просто жили очень много приемных семей у которых с самого начала дети общаются с родственниками и все к этой ситуации привыкли хотя чаще всего эта ситуация нехорошая часто родственники ведут себя некорректно и плохо но они привыкли жить в этой ситуации а у нас только все начинается поэтому для меня как бы это стресс 40 минут у меня печка такая на ней нету 180 градусов я то меньше то больше в общем я вместо 30 минут жарила 40 минут свой хлебушек смотрите какой красивый но мы его вот так перевернем овсяный хлебушек утром покушаем смотрите какой красивый орехи с домашним маслицем вообще будет вкусно вкусно он сейчас остынет смотрите давай попробуем давай попробуй ой горяченький да конечно прикольно вкусный вкусный хороший в меру диетический без муки можно делать можно вообще без орех делать тогда точно овся на блин запеченный в духовке но в нем еще есть йогурт мне нравится этот хлебушек прикольно даже с чаем это вкусно очень до скорой встречи друзья до скорой встречи до скорой встречи всю это этим он